Доброе утро, утро четверга, число не помню, восьмое, восьмое у нас апреля. Такое ощущение, что мы с Чебуркуляю не уезжали, вот как сюда ехали, до свидания, только стоянку поменяли, такая же самая погода, тот же мокрый снег с дождем. Глушак высушил. Нормально переночевал, под двумя одеялами, плюс два. Да, понятно, что с печкой комфортнее, естественно. Прежде чем вылазить, вылез, руку высунул, двигатель завел, оборотов дал, 20 минут, все в кабине тепло. Вопросов нет, с автономкой, конечно, все это комфортнее, все это приятнее. Ну, такой рабочий момент получился, ничего страшного, переживем. Так, какой у нас план? План у нас такой. Мы, Мишу, в субботу забираем. До Пенза отсюда, ну, сколько отсюда до Пенза? Ну, наверное, косарь. Может, больше. Надо гуглиться, мне лень гуглиться. Говорится, ворует. Видите? Эй, положи на место. Ворюга, ну. Пластмассин эту дорожников решил слямзить. Приверните направо. Право, кто куда? Право, прямо, налево, нам надо. Когда надо, налево, а вы тогда не предлагаете. Вот видите, Москал, 1800. Вот получается, Пенза где-то 1100 ориентировочно. Вот это нам на два дня. На сегодня, на четверг и на завтра, на пятницу. Приезжают на часам к 11, что там раньше не получается. Поверните направо. Вот. Так что мы можем два дня ехать. Готовьтесь к каналу. Поверните. Не напрягаясь, на полном расслабоне. Сегодня что? Пройдем Урал. Куда заедем? Я еще не выспался. Время, знаете, сколько? Без 29. У меня пауза получилась такая. Серьезная. Даже будильник не заводил. Думаю, когда проснусь, тогда проснусь. Немножко пошалим, чтобы не нарушая этого. Не оттормаживаться. Что там Урал, смотрите, за снежок пошел. Не замело там его часом? Рацию не хочу включать. Вы сами все слышали. Только включаешь и все. Давайте попробуем. Думаю, Урал не должно замести. Так, если только вот воды до грязи наделать. Ну, нам уже грязь, это все равно до фонаря. Вот. Поэтому наша задача так. Не спеша, за два дня потихонечку добраться до Пензы. В субботу забрать Пензы. В Пензе Михаила Владимировича. В воскресенье прибыть с утра. В Чехов. Ну, куда-нибудь туда. А там уже будем смотреть. Сдать ему борозды правления. Занялся работой. Ну, а мы домой отдыхать. Едем, не напрягаемся, потихонечку, не спеша. Уважаемые водители, приглашаем вас посетить придорожный комплекс Рось на 271. Мы только что от вас уехали. Видите, они даже старую дорогу, они даже здесь выезда никакого не оставили. Срезали его просто наглухо. Что, поехали? Уральский хребет потихонечку проходить. Погодка шепчет. Но природой нет плохой погоды. Но сегодня такой ноябрьский денечек. Никак не скажешь, что сегодня 8 апреля. Это больше на ноябрь смахивает такой вот. Уже число 20 ноября, там 25, вот так вот уже вот. Уже зима, вот вот сейчас. Такая вот мерзко-мерзко. Ну, ничего, посмотрим. Может, за горами будет у нас все хорошо. Солнце светит. Если попасть в Карабаш, вот город, самый грязный город, ну, наверное, не только в России, один из самых грязных в мире, это вот направо уходишь, через Миас проходишь, потом там вот Карабаш, Киштым, и можно выйти ориентировочно где-то по центру трассы Челябинск-Екатеринбург. Срезаешь. Наверное, километров 100, наверное, если вот через Челябинск идти или вот здесь поехать. Но тут дорога такая. Тут через весь Миас надо пройти. Потом тоже крут вверх, право-лево, вверх-вниз. Такая, ну, не очень дорога. Скажу так сразу, овчинка-выделки не стоит. Если только проехать, вот, посмотреть этот... Прямо мимо него едешь там, ну, тяжелое место, удручающее такие впечатления оставляет. Особенно тогда, когда мы зимой шли, желтый снег, это кошмар. Ну, а мы хоть лобовик, может, ототрем все-таки от этих зверушек или нет? Или он сам не ототрется? Все-таки, наверное, надо стать этой средством для мытья стекла, отмыть. Мне же все лень. Эх, обгон запрещен. Смотрю, этот... Деловой пришел. У него немножко даже морда в снегу. Снежочек у нас впереди. И это интересно. Подъем Европа-Азия. Давай, давай, Азия. Братцы-казахи тут, шемкенские. Пустые, наверное. Или слабо груженные. Ну, пустые, он слишком лихо меня брал. А вот она стояла. Все, велкам Европу, господа. Вернулись с Азией. Тут хороший подъем. Да, он такой километров с пять, наверное. Такой затяжной. Хотя две полосы вверх. Затяжной такой. Интересной. Тут побольше снега. Ниже было снега, вообще не было. Тут еще пока наверху снежок лежит. Это мы к Златоусту скоро подберемся. Первый прошли. Златоуст. Садка. Юризаль. Садка. Садка. И там Жорик. Поедем шашлык кушать сегодня. Мясо хочу. Мясо. Вот 12 в этого, как его там звали, в 12 стульях не было возможности мясо покушать. Но у нас разве бы как позволяет, пока возможно, слава богу. Поэтому поедем, завалим шашлычок. Первое не буду, потому что если там взять первое, шашлык уже потом тяжело идет. Там мы шашлычка поедим, а первого потом где-нибудь. Поменяем местами. Обед с ужином. О, это с этой стороны вот здесь заканчивается подъем Европа-Азия. Да, немножко вот подзалепленные. И не только морды, и номера подзалепленные. Такой вот мелкий. Что-то сыпется вот такое вот. Непонятное. Получится обойти в горку, не получится. Сервико подсел. Так, тут кучка идет, политиканов где-то уже опять. Нормально. Я вот это вот прикола не понимаю. Вот тут вот эти 100 метров здесь нельзя обгонять, да? А следующий потом уже дальше можно. А, типа ты потом из-за поворота видишь. А, ну, в общем-то, логично, да. Все, теперь все понятно. Ты как бы из-за поворота видишь, что здесь делается с этой стороны. Не, все правильно. Здесь знак стоял. Ух ты, что-то аж уши заложило. Лезем в следующий златоузкий подъем. Ну, все-таки вот с 14 уже ж не с 20-кой. Уже намного легче. Так бы мы это сервико бы не обходил бы. С 20-кой за ним бы так же и карабкался бы. И вот этого парняка, что вошел. А так, с 14 все-таки уже... Плюс 500 кобыл. Вот видите, уже и удаляемся. Расход, соответственно, полез уже, полез вверх. Уже 29,3. Выезжал 27,8 было. А тут наверху свой затумок какой. ОВТЛ пошел. Сейчас Руслан с Нижнего Бестяха корешок выходил. Ну, он ходил туда. Говорит, их там тоже видела, кажется. Бегут, бурбаши туда. Нифига здесь. Туманище наверху на поворот. На Златоуст. Видимость метров 70. Да, интересно. Тут наверху какой-то перепад температурный произошел. Ну, сейчас 0. Все, Таусский подъем мы тоже взяли. Осталось с него спуститься. Видимости-то нету. Так что голова тут совсем медленно спускается. И не обгонишь. Не видно нифига. Субтитры Loudnost. Таусский подъем. Таусский подъем. боится цыгачом быстро мало ли чуть скользко и все плюс влажность а что у цыгача ведущая о сейчас вообще никакого прижима к земле нет на такой погоде здесь хоть прицеп прижимает держит америка произношение нечеткое английское на подъем то он побежит потом чё уже потерпим за ним подъем то он уйдет колбасит у нас погодой везде колбасит тут вообще не по-детски посмотрите какая прелесть свеженький снежочек прошелся беленькая хорошей ночью снег шел просто красотища а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Технику везут просто на тралле, на два тралла поднимаются вяженых. Маленькая пошла. Пустой тралл пойдет, не хочет. Что-то кажется, наверное, немножко нарушит, да? Чуть-чуть придется, да, на сморянках. Чуть-чуть не успел. Но зато обошли колонны. Вон уже, видите, колонна уже далеко-далеко остановится. Автовоза успеем ходом пройти? Нет, не успеем. Автовоз не успеваем. Что-то он везет такой, я не могу понять. Капельки какие-то или что это такое? А, эти. Господи, как они. Ой. Так, ладно, что у нас там? Вверх. Встречки. Митсубиши. Во, господи. Встречная газели. Плюс мы уже тоже сели. Так, я ей механику включу, чтобы она на одной передаче поднимала, не переключала. А то она сейчас переключится, и мы сразу-сразу же скорость потеряем. У нас есть, можно включать механику. На рычаге, вот. А, М, видите. О, она заложила уже за тысячу, почти по две тысячи оборотов. Ну, вот. Все обратно вернул ей в автомат. Потому что она бы уже сейчас переключилась бы. Переключившись, она бы тут же потеряла бы скорость. Так в подъем переключаться не надо. Вот сейчас и вот этот еще дыр-дыр-дыр пробежим. Ходом, нет? Успеем. Бояется кто-нибудь из-за поворота? Не бояется. Фортанет, фортанет. Я нормально. Ай, ненормально. Чуть-чуть, ну, вот. Ну, обидно, да? Вот казалось бы, все, проходи. Ладно. Немножко потеряли скорость, но нам ее хватит. Дальше пойдет спуск. Красота. Здесь зима полным ходом продолжается. На зиму не чувствуется уже. Даже, что снег выпал, все равно. В мозгу-то ты понимаешь, что вся уже весна. И это так. Взбрыки. Эти. Зимние. Весной. Внимание. Затяжной спуск. Избавь скорость, включи пониженную передачу. Окей. Можно не газовать. Сама разгонится. А тут у нас коллега из разряда. Тут же недалеко. Всю жизнь их вожу. Я так понимаю. А нет, красавчик. Извиняюсь. Все привязано. Все четко. Без проблем. Приношу тысячу извинений. Приношу тысячу извиняюсь. 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 молодца крона правда старенькая уже видно на рита новая поставила так крона вид ночью ведь еще отбойник такой как труба старая-старая крона ровесник прицеп принял работаю спасибо счастливой дороге поблагодарили летим дальше и не летим едем судя по всему за горами у нас уже и погодка наладится смотрите нам уже светлее солнышко увидим вот ксиму спускаемся медленно-медленно рацию я уже отключил ну так до этого не все медленно вот вазе то можно и побыстрее в это что-то говорили что там авария внизу но вроде как растащили уже движение открыли джелд и к мазик сломался на подъеме сейчас рацию включать смотрите не тихо удивительно только что рекламы реклама за рекламу орали ну и не только рекламы что-то у коллега стоит из комментариев вот никогда медленно не спускался можно присмотреться на горе а там вот это газовая наверно трубы вон яйца спускают он видите как так интересно какими-то такими все так 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 я думал просто трубу положила и все его не спускаю не это не и как тот и цели вот лестнице лестнице все давайте сим проедем с выключенной рации что там внизу мы и так увидим если будет что-то видно но такие места надо проходить я не знаю что там все едут и все почему-то наверное просто колейка отстояла когда авария была щас коллег упустили и вот так все едут потихонечку сползаем с горки главное что едем не стоим вот и сим начался сейчас посмотрим кстати интересно речка вскрылась или нет юризань проезжал пусть не успел камеру взять река юризань уже вскрылась а вот река сим на 8 апреля сейчас вот этой всей дружной бандой будем ехать до жорика там принципе все равно не обгонишь там ремонт пацаны летят здесь вторая полоса запрещенная для грузовиков обычно все всегда спрашивают там наверху машинки нет нет они слить а мы на ретарде будем спускаться не будем колодки женщин может до полляма хватит нам колодки выходить сейчас вот колесо когда менял посмотрел там еще не они как были на месте так и остались там еще ну миллиметров 8 они с учетом того что 368 мы уже пробежали на них может полляма не полляма но тысяч может 450 получится пройти да и с той стороны его сплошной поток идет видно перекрывали дорогу полностью из-за дтп сейчас будем ехать потихоньку медленно нам торопиться некуда совершенно никуда да бегун будешь ты долго ждать пока это сплошной поток пройдет колонна колонна сюда колонны и оттуда тоже колонна зато говорю можно вот город рассмотреться так толком-то никогда его и не видел там пятиэтажки тоже есть он вдалеке виднеются немножко но есть добро цен магазин низких цен автобазы местные я вот здесь да сим тоже скрылся все он весь сюда ехал сим был подо льдом так все сим тоже понятно полезли в горочку вот это наверно впереди этого дтп или не этого но впереди что-то у нас увидите сгоревшая фура может быть это и вот этот дтп но почему-то он в эту сторону стоит а ты его стащили наверно с дороги сюда просто убрали ой не одна наверно сгоревшие на лобовое было с горы дтп но дтп но дтп но А этот бочка с горы. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. Не знаю, что там в живых, не в живых сказать сложно. Но то, что до ТП видели страшное было здесь, это факт. Я думаю, что он вряд ли. Причем не один и не второй. Да, это из-за этого ДТП. Вот и... Как народ обмечал. Я удачно... Мы удачно подъехали. Ой, все. Мы удачно подъехали. То есть вот мы подъехали, и наша колейка пошла. И все, и вот едем, едем. Видите, с этой стороны стоит. И не знаю, сколько сейчас засекем. Но я представляю, какая тут колея. Она-то пошла, все тоже. Ну вот. Да, это видно вот из-за того страшного ДТП, которое в Симе произошло. Ой, 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 конца и края нет. Я полностью всю снимать не буду. Но да, она закончится. Скажу, сколько было в километрах. Без комментариев, просто хочу, чтобы вы послушали. Авария с погибшими. А здесь все знают, что там случилось. Уснул. Уже выводы сделали. Уснул, говорят. Кто уснул? Один погиб, один живой. Вот в этой аварии один погиб, один живой. А что там, два грузовика что ли, парни? Две фуры, бочка и штор. Ясный, что-то. Как мы подъехали вовремя. Как просто вовремя. Вот уже колейка идет 4 километра. Иван Иванович, завелся? Да, я же закател. По итогу получилось 9 километров. Три с половиной часа я сюда ехал. Пошел. Три с половиной часа. Три с половиной часа. Три с половиной часа я сюда ехал. Кажоры. Пойду за мясо. Город Металлурга, город Аша. Ну да, надо было, наверное, может быть вот здесь встать сразу. Или все-таки мы найдем какую-нибудь дырочку. Куда нужно влезть, идем отсюда, например. Опа! Хватит нам тут рецепт спрятать с дороги. Нормально, хватило. Все, пойдем обедать, приятного аппетита. Да, вон как раз, видите, дорж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...